МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Ну и, наверное, первый вопрос вам, Антон Андреевич. Изначально срок строительства был рассчитан на 24 месяца, и потом его удалось сократить до 20 месяцев. Благодаря чему вот эти сроки удалось сократить? 24 месяца – это срок, который предписан в проектной документации, он расчетный. На старте торгов мы максимально проконсультировались, изучили проектную документацию совместно с различными подрядчиками и пришли к выводу, что можно сократить его до 20 месяцев. Тяжело, но сократить можно. Для подрядчика это, конечно, минус, потому как сокращаются его производственные процессы, необходимо оптимизацию делать. Но вот как раз за счет определенных технических решений, опыта производства работ на таких объектах пришли к сокращению на 4 месяца. Знаю, что работать строители могут только в определенные окна, которые дает железная дорога. Сначала давали 2 часа, теперь 4 часа. Как удалось увеличить временной промежуток? Вам, Андрей Александрович, вопрос. Да, изначально по запросу города, значит, западно-сибирской железной дороги было рассмотрено и предоставлено график окон с 2-х часовыми периодами закрытия для движения поездов. Далее, после рассмотрения на площадке, значит, в городе по данному проекту, понимая социальную ответственность как со стороны муниципалитета, так и со стороны железной дороги, был пересмотрен график предоставления окон. И окна предоставляются теперь, значит, в принципе, 72 окна по 4 часа и 60 окон предусмотрено по 6 часов предоставления. Вот, соответственно, мы ускорили процесс подготовки технической документации в завозаимодействии с городом, помогли и подрядчику подготовиться по нашим направлениям. Поэтому появилась возможность ускориться по проекту, и мы сопровождаем данное направление. Два часа – это же мало совсем было, да, я так понимаю? Сколько времени вы работали вот по два часа, когда были окна? Давайте ясно снесем тоже. Нет такого, что мы работаем только два часа на объекте. Вот железная дорога делится там на, так скажем, первую часть, которая используется на направлении по нефтепродуктам. Там работа ведется вне окон. Вот окна ведутся только над основной железной дорогой, над основной веткой. Все смежные работы, связанные на трехпролетном путепроводе, восьмипролетном путепроводе и вообще масса работ по демонтажу инженерных коммуникаций, они выполняются вне окон. Для безопасности, это первичное, да, для безопасности перевозок, пассажиров, грузов, ну и вообще всей сети железной дороги, вот предусматриваются такие окна. Здесь на самом деле вот пошли вот на определенные уступки, сократили этот объем, и два часа мало. Конечно, что такое два часа для демонтажа? Ну, как минимум, это в два раза меньше, чем четыре часа, и в три раза меньше, чем шесть часов. Это то, о чем Андрей Александрович сказал, как раз. Чем больше окно, тем больше можно сделать за этот отведенный период. Собственно говоря, как раз за счет в том числе вот проработки вопроса железной дорогой удалось вот этот график нам сдвинуть уже влево, и по определенным там этапам может где-то прогнозироваться как раз какие-то, ну, где-то сдвижки по сдаче определенных этапов работ в более ранний срок. Антон Андреевич сказал про то, что грузоперевозки, пассажироперевозки, чем вам пришлось пожертвовать? Ну, мне кажется, это можно назвать даже жертвой. Вы же задерживаете не только движение поездов, но и в целом железная дорога просто не работает, да, просто полностью прекращает работу. Да, вот эти четырехчасовые окна, движение полностью между Барнаулом и Новоалтайском останавливается. Мы обязаны перевозить порядка 90, минимум 92 пары поездов всех грузовые, пассажирские, пригородные, 32-33 пары там у нас только пассажирских поездов с пригородными вместе ходят, да. То есть четыре часа – это полный перерыв для движения. Барнаул – самый пассажиронасыщенный город на сегодня в Алтайском крае, поэтому эти обязательства железная дорога также должна обеспечивать. Ну, чтобы полностью прекращать работу, с кем-то вам пришлось же договариваться, да, потому что, чтобы пассажиры не страдали, чтобы вот были, не было проблем с грузом, с перевозками. Пассажирские пригородные поезда мы не сдвигали, а вот нам пришлось оптимизироваться в собственном процессе и в работе с клиентами, значит, договориться о том, что мы будем вот смещать рамки подвода поездов или забирать поезда, значит, вот за исключением вот этого времени. Ну, все понимают данное, значит, обязательство, а наши перед жителями и пошли навстречу. Все отнеслись с пониманием. Да. Что касается грузоперевозок, опять же, есть какая-то своевременная доставка, да, тут как тоже отрегулировали вопрос. Ну, здесь только внутренние ресурсы по оптимизации, да, обязательно оптимизации, и, конечно, работа, прямая работа с нашими клиентами, грузополучателями, грузоотправителями. Еще раз повторюсь, пассажирские пригородные поезда мы не сдвигали, потому что это проблематично очень сделать. Большая масса тоже, также наших жителей подвергнется, ну, так будет, не очень-то с нами правильно работать, там, или, как бы, пользоваться нашими услугами, точнее. Вот, люди привыкли ездить на работу, с работы вовремя, да, кто-то ездит на дачные участки, поэтому здесь свою часть мы обязаны обеспечить вовремя и в срок. А по грузоперевозкам мы имеем возможность все-таки в рамках своих договорных обязательств вот сместить на такой период доставку. С какой периодичностью бывают окна? Тут ежедневном они режиме или нет все-таки? Или несколько раз в неделю как-то? Вообще, конечно, они, график формируется предварительный. За сколько? За неделю, там, за две? Смотрите, график формируется между подрядчиком и РЖД, ну, будем говорить, РЖД для понимания, и подписывается потом между ними договор, соглашение. И в этом соглашении прописывается за восемь, по-моему, дней крайний срок, когда надо же эту дорогу уведомить, что вот в такой-то период планируется. И исходя из производственного процесса, ну, вот по опыту, да, как мы сейчас девять окон эти израсходовали, это там три дня подряд перерыв, и последующие дни там эти окна выбираются. То есть, на самом деле, сложная работа, соблюдение всех графиков, грузоперевозок, баланса и потребности работы на мосту. Поэтому, ну, на самом деле, подготовительная эта работа в этом и заключалась большая. Вы постоянно на связи, я так понимаю, друг с другом? Определены лица контактные, главный инженер, заместитель главного инженера, как курирует в целом объект, начальник станции пути, присутствует на еженедельных совещаниях, если какие-то вопросы возникают. Ну, вообще, как бы, я думаю, что не город упрекнуть, не в чем со стороны железной дороги, а может быть, и есть в чем. Но нам железную дорогу не в чем упрекать, у нас контакт хороший выстроен. Вы уже сказали о том, что это не значит, что вот всего два часа работают, работают круглосуточно же строители на путепроводе. Как они вообще относятся к работе в ночное время? Сколько человек работает ежедневно, вот круглосуточно? Вы знаете, в принципе, и для строительного блока, и для дорожников такой круглосуточный ночной режим работы – это нормальная в целом организация труда. То есть понятно, что когда мы ремонтируем дороги в целях оптимизации процессов, тоже снижение заторенности, работа тоже в ночное время выполняется, и по фрезерованию. То, что моста касается, ну, здесь это нормальная работа. Для самих рабочих есть определенные дополнительные выплаты за ночное время, поэтому здесь нет никаких в этой части жертв, это точно. Это нормальный рабочий процесс, который выстроен вот в таком круглосуточном режиме. Просто некоторые барнаульцы тоже иногда в комментариях говорят, что вот мы едем днем и видим, там, два человека каких-то работают. Сколько там людей работает у вас на самом деле? Или может быть выстроен так процесс, что там вот два часа двое работают, там через пять часов, там, пять человек? Нет, прямо такого сменного графика нет. Есть дневной график, где работает определенное количество человек, ну, в среднем, там, до пятидесяти человек, с учетом субподрядных организаций. Сейчас такая серьезная, большая работа ведется по монтажу теплосети для, как бы, своевременной подачи тепла. У подрядчика ведутся демонтажные работы в ночное время. То, что касается демонтажа и таких технических работ, вот это на сегодняшний момент спецтехника, да, работает. И здесь больше, ну, как сказать, ручного труда на сегодняшний момент нет. Есть подготовительные работы, которые ведутся и на базе подрядчика. Это формирование определенных каркасов под опоры путепровода. И вот такой этап, где, может быть, не видно какого-то огромного визуального там ворошения, ну, друг другу на голову не встанешь, есть определенная периодичность. Необходимо было сдемонтировать все, что можно запараллелить, запараллелили. И, ну, я думаю, что так визуальные уже объемы появятся, когда начнутся монтировать пролетные строения. Пролетные строения – это работы как раз, которые изготавливаются у нас в Тюмени, на заводе металлоконструкции, и это октябрь-ноябрь, то есть уже картинка изменится, да, у населения уже будет виден новый мост. Ну, что, что какие-то работы уже, да, движутся. Уже новый мост практически будет виден. Можно ли увеличить еще вот эти окна по времени и давать их чаще? Или вот это все уже предел, скажем так? Здесь основное мы проработали как раз вот, что мы выдали по пределу, да, чтобы обеспечить и город всем необходимым, и пассажиров не обидеть, вот, сократить. Да, мы перейдем в режим зимних пассажирских приграбных перевозок. Там количество пар поездов уменьшится. Мы там посмотрим еще, насколько там получится в связи с имеющимся грузооборотом выделять окна. Но сейчас пока летний период по пассажирским приграбным поездам, значит, здесь у нас увеличение всегда. И пока здесь вот до зимнего периода мы вот только в таком диапазоне сможем идти и работать. Далее мы посмотрим, конечно, и при возможности будем увеличивать. Вопрос, наверное, к вам обоим. Вот как относитесь вообще к высказываниям барнаульцев, которые говорят о том, что там, допустим, жители Поднебесной построили этот мост за месяц-два, а то и за три дня? Объекты свыше 100 метров считаются сооружениями уникальными. Два моста, мы как бы один всегда говорим, вот мост у нас, два там моста. Ну, и железная дорога как повышенный подход к безопасности, к производственным процессам. Не думаю, что китайцы построили бы ни за три дня, ни за год. С инженерной даже точки зрения, да, и чисто вот логически посмотреть, если то, что там есть, углубиться в технологию работы, о чем говорит Антон Андреевич, это инженерные коммуникации, которые там насыщены, это город, это железная дорога, которая не прерывает, по сути, свою функциональность, да. Ну, то есть надо было бы вообще просто остановить, чтобы как-то быстрее это сделать и не работать. Да, 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 ну, если как, там, наверное, ролик какой-то видели, да, где китайцы заехали, все снесли, потом сразу же там много-много техники построили, здесь сразу разместить не получится, нам надо остановить полностью железную дорогу тогда, тогда все обрубить коммуникации полностью, это электрические сети, теплосети, там, водоснабжение, и тогда, может быть, да, там вот как-то там сократить можно будет очень сильно срок, но мы же обязаны все-таки и тепло подавать, и электроэнергию, и пассажиров возить, и так далее, о чем мы раньше говорили. Поэтому, да, так просто сверху не зная, можно так сказать, а по сути дела, если разобраться, то довольно-таки сложная коммуникация, и мост-то непростой, вот я даже как железнодорожник говорю, мост далеко не простой, он будет строиться как одно целое уже, то есть он не лево-право, как там где-то происходит, а одно целое, и поэтому коммуникация очень сложная, и поэтому, наверное, китайцы бы не справились за день, за два, за три. Спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с заместителем главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антоном Шаламенцевым и Андреем Кульдешовым, заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению. Продолжение следует...